Тенеу-Йорк Тимис, США В Европе начинается ожесточенная борьба между клубами и лигами. Тарик Панджа Тенеу-Йорк Тимис, США 3 апреля 2019 года Лондон, посчитав, что богатые футбольные клубы решили начать силовую игру и продвигать Лигу чемпионов в ущерб национальным чемпионатам, представители Европейских футбольных лиг договорились на этой неделе встретиться в Лиссабоне и обсудить стратегию защиты многолетней традиции справедливости. По словам некоторых чиновников, футбольные лиги боятся закулисной кампании по структурной перестройке европейского футбола в интересах крупнейших клубов континента. Лиги заявляют, что Лига чемпионов предлагает ряд перемен, в том числе, новые препятствия для клубов, не входящих в футбольную элиту, а также изменения в расписании с переносом своих матчей на выходные дни. Из-за этого национальные лиги утратят свою востребованность, значимость и конкурентоспособность, а многие их матчи потеряют свою актуальность. На встречу в Лиссабоне, которая проходит ежегодно под эгидой Ассоциации Европейских профессиональных футбольных лиг, ее члены обсудят планы борьбы, не исключено, что это будет борьба в суде, против предлагаемых изменений, которые, по их словам, негативно повлияют на соревнования, составляющие культурную и финансовую основу глобальной футбольной индустрии. Коалиция лиг является весьма неоднородным объединением, включая в свой состав лиги от Португалии до Украины. Но это весьма могущественная группа, поскольку она обладает влиянием и ресурсами, которые ей дают такие члены как Английская премьер-лига, Немецкая бундеслига и Испанская ла-лига. Ассоциация Европейских профессиональных футбольных лиг возвышает свой голос, а лига как никогда едина в своих действиях по защите национального футбола, заявил в интервью заместитель генерального секретаря Европейской лиги Альберто Коломбо, Альберто Челомбо. Представители самых богатых и влиятельных клубов УЕФа говорят, что все дискуссии о реформировании клубных соревнований, таких как Лига Чемпионов, находятся пока в зачаточном состоянии. Но руководителей домашних лиг все больше беспокоят подробности предлагаемых изменений, которые уже начали просачиваться в СМИ. Самое драматичное изменение касается сокращения национальных лиг и изменения их расписания с тем, чтобы европейские игры проходили по выходным дням, хотя это окно исторически зарезервировано для внутренних матчей. Руководство Бундеслиги назвало проведение матчей Лиги Чемпионов по выходным красной чертой, пересекать которую нельзя. Английские чиновники тоже заявили, что эта идея не пройдет. Определять формат Лиги и кубковых соревнований в стране должна Премьер Лига и другие футбольные организации и Англии, сказал ее официальный представитель Ник Наубл, Нич Кнобли. Европейским органам футбольного руководства совершенно недопустимо разрабатывать планы, меняющие структуру домашнего футбола Англии. Есть и другие предложения. Одно из них касается существенного ограничения количества участников Лиги Чемпионов. Согласно этому предложению, лишь 8 из 32 участников в прошлом сезоне получили возможность пройти туда благодаря своим успехам в домашних соревнованиях. Еще 24 места будет зарезервировано для команд, уже вошедших в Лигу Чемпионов, а также для нескольких участников европейских клубных соревнований второго эшелона. Президент Ювентуса Андре Аньели, возглавляющий влиятельную ассоциацию европейских клубов, заявил на прошлой неделе на ежегодной встрече ассоциации в Амстердаме, что пройдет как минимум год, прежде чем будут оформлены какие-то изменения. А еще он отказался обсуждать детали уже выдвинутых предложений. Но давая в прошлом году интервью Гордиан, Аньели сказал, что обсуждаемые реформы очень похожи на те, которые он хотел бы видеть. Ассоциация европейских клубов представляет более 200 клубов со всех концов Европы, но там все больше доминирует небольшая группа самых больших команд. В нее входят клубы типа Ювентуса, Баварии, а также тяжеловесы из Испании и Англии, такие как Барселона, Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед. Эти клубы на протяжении многих лет используют свою мощь, а также угроза выйти из ассоциации и организовать эксклюзивные соревнования вне рамок действующей структуры домашних лиг, выбивая таким способом уступки у футбольного руководства. Руководитель высшей лиги Испании Хавьер Тибас, который часто высказывается прямолинейно и нелицеприятно, сказал, что предложение реструктуризации континентальных соревнований в интересах небольшой группы богатых клубов, которые без того господствуют на этих состязаниях, сулит разорение и кончину футболу во многих странах Европы. По словам Тибаса, изменение позволит самым богатым клубам набирать еще больше талантливых спортсменов и получать еще больше ресурсов, что приведет к разрушению основ футбольных традиций. В частности, если матчи европейских состязаний будут проходить в выходные дни, это станет предвестием гибели футбола во всей Европе, отметил Тибас в своем заявлении. Руководитель Бундеслиги Кристиан Зайферт, Чристиан Зайферт, ранее выразил аналогичное мнение. Выходные дни должны принадлежать национальным лигам, сказал он, выступая с речью. Это сердце и душа профессионального футбола. В настоящее время попадание команды в Лигу чемпионов зависит от ее успехов в домашней лиге. Но если будут приняты выдвинутые предложения, все коренным образом изменятся, и большинство входящих в Лигу чемпионов команд будут соревноваться в ее составе год за годом независимо от своего положения в турнирной таблице. Согласно одному плану, 32 ведущие европейские команды будут поделены на 4 группы по 8 команд в каждой, и каждый сезон первая четверка будет выходить в квалификационный раунд, который определит победителя. Такое изменение приведет к тому, что у вещательных компаний снизится интерес к национальным лигам, где битва за попадание в европейский клубный турнир давно уже является той интригой, которую легко покупают телевизионные компании. Порой сражение за позиции в Лиге чемпионов привлекает к себе даже больше внимания, чем гонка за национальный чемпионский титул, исход которой во многих странах становится ясен задолго до завершения домашнего чемпионата. Аньели намекнул, что в будущем квалификация будет определяться успехом на европейских состязаниях, но такая схема гарантирует места тем командам, которые уже там, и станет существенным препятствием на пути клубов, пытающихся туда прорваться. Это вполне логично, сказал Аньели, когда его спросили, будут ли продвигаться наверх или переводиться в низшую категорию команды, находящиеся внутри закрытой европейской системы. Выдвинутые предложения могут превратить соревнования лучших футбольных клубов в нечто, напоминающее европейский баскетбол, где 11 из 16 команд Евролиги гарантировано это место вне зависимости от их показателей на национальных соревнованиях. Самым крупным клубом закрытая Лига чемпионов даст финансовую определенность. Но Лиги обещают защитить ту структуру, которая сегодня дает любой команде возможность победить, причем на футбольном поле, и завоевать место среди гигантов. Лиги защищают базовые ценности европейской модели спорта, которая основана на спортивных достоинствах и достижениях. Это пирамидальная структура с открытым доступом, где все клубы создают фундамент, и все клубы могут осуществить свою мечту, добравшись до самого верха, сказал Коломбо из Европейской Лиги. Лучшие клубы налаживают тесные связи с УЕФа благодаря крепнущей дружбе между руководителем Ассоциации Европейских Клубов Аньеле и президентом УЕФ Александером Чеферином. Но Лиги, столкнувшись в критический момент с вакуумом в руководстве, не могут выступить как единоисплоченная сила оппозиции. Премьер Лига, например, с прошлого года не может найти замену своему ушедшему в отставку многолетнему руководителю Ричарду Скудамору, Ричард Чудамори, а председатель Ассоциации Европейских Профессиональных Футбольных Лиг Ларс Кристи Рэлсон. Ларс Чристер Альсон, лишь недавно оправился после серьезной болезни. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.